Ложиться в больницу на простую операцию больше не обязательно. Грыжу, варикоз и многие другие патологии можно вылечить в дневном стационаре первой поликлиники и в тот же день пойти домой. В прошлом году здесь провели 680 операций. В дневном стационаре сейчас 37 коек. Есть операционные, перевязочные и реанимационная палата. О стационарах в замещающих методах работы говорили на круглом столе в общественной палате. Основная задача стационарных замещающих технологий, всем понятно, это снижение нагрузки на стационар. Ни в коем случае не подмена, не какая-то конкуренция, а это именно помощь. Почему? Потому что отбираются, подчеркну еще раз, отбираются та патология и те пациенты, которые могут оперироваться на локольных условиях. Свой опыт первая поликлиника готова передать учреждениям других районов области, но пока его готовы перенять далеко не все врачи. По информации медиков, 98% хирургов не готовы отпускать пациентов домой через несколько часов после операции. Первый вопрос – это как вы сами, способны ли вы сами бороться с осложнением? Это первый вопрос. А второй вопрос – маршрутизация на этот случай. И третий вопрос – правильно, Андрей Юрьевич, вы сказали, что да, многие врачи старой закалки боятся как бы отправлять больных. А куда их отправлять? Просто в районах некому постраховать. Это в городе у нас хорошо есть, кому постраховать и городская больница, и областная больница есть. В районах просто страховать некому. При выписке пациента домой, а мы его отпускаем, пациент обязан в течение двух-трех часов после того, как мы его отпустили, обязан звонить к хирургу. Если этого не происходит, хирург, как вы знаете, вы тоже этим занимаетесь в свое время. Значит, хирург едет на дом и смотрит этого пациента. Если что-то случается на операционном столе, поликлиника вызовет скорую помощь. Разные операции, причем бесплатно, по полису ОМС, выполняет и Центр эндоскопической хирургии. Он рассчитан на 14 коек. За несколько месяцев здесь провели больше 200 операций. 80% пациентов ушли домой в тот же день. Остальные остались на одну ночь. Ранее послеоперационной активизации больного, она оказывает только положительные уроки. То есть не замечено каких-то отдаленных осложнений после операционного периода. Если, конечно, больной были, у нас случай, что больной через 2 недели после операции по поводу паховой гнижи пошел на дачу таскать мышки. Почему раньше так осторожно относились к режиму постоперационного пациента? Почему нельзя было? Так не давали. Вот это все развивать. Самое главное не перейти вот эту грань, за которой может быть осложнение. У нас такая профессия, можно быть героем, спасать тяжелого больного, а споткнуться можно на арбузной шкурке или банановой шкурке. И тебя так размажешь, что все твои заслуги предыдущие никого не будут интересовать. Участники круглого стола рекомендовали амурским медикам развивать стационары, замещающие технологии. И деваться, похоже, некуда. Мест в наших больницах все меньше. К 2020 году в регионе останется примерно 5300 круглосуточных коек. В 2013 году в амурских стационарах их было почти 7800. Меньше становится и врачей. Сейчас при Амуре их примерно 3700, то есть 48 на 10 тысяч человек. На 2018 год федерация определила нам показатель в 37 врачей на 10 тысяч населения. В ряд районов региона уже сейчас вообще нет хирургов, сказали на круглом столе. За счет дневных стационаров поликлиник доступность хирургической помощи должна увеличиться. Наталья Храмова, Василий Пронькин. Альфа-Новости.